Военные стоят на своем. Личный состав корабля управления Славутич и корвета Тернополь продолжают службу в военно-морских силах. В пресс-службе ВМС Украины сообщили, командующий обратился к личному составу флота и выразил убежденность в решительности и правильности своих действий. Ни одна из воинских частей не сдала оружие и не предала собственный народ. Сегодня в трудное для нас с вами и всей страны время именно военно-морским силам выпала судьба стать на защиту единой и неделимой Украины. А вот в митингующие возле штаба ВМС призыву украинского командующего о единстве не вняли. Пикет разделился на два лагеря. У первых в руках развивающиеся флаги России. Уже который день люди приходят сюда поддержать членов отряда самообороны. Ехал на дачу, но увидел, мимо такого не могу пройти. Сам коренной севастополец и безобразия не терплю. Я поддерживаю севастопольцев и крымчан. Я сама родилась, выросла, училась в Севастополе. Воспитываю своих детей так, как воспитывали меня в духе любви, патриотизма к своему родному городу. Только что кричали, что россияне пришли противоставать военных. Это ложь. Мы живем в одном городе. Я уверена, что никакого бесчестия, никакой угрозы со стороны наших защитников этой части не будет. Я думаю, все друг друга смогут понять. Вторая же часть машет военнослужащим по ту сторону ограждения цветами. Их жены, матери и сотрудницы пришли поддержать бойцов морально, а некоторые и не только. В пакете у этой женщины печенье и конфеты. К чаю. Однако устраивать сладкую жизнь украинским военнослужащим не разрешают. Просто не пропускают посылку на территорию городка. У меня два раза пропускали. Вчера и позавчера. Мы хотим поддержать наших ребят. Это самое главное, что мы хотим. Мы за неделимость Украины. У ворот штаба и Красный Крест им сообщили, что военнослужащим нужна вода. Однако отряд самообороны успокаивает собравшийся. Штаб от коммунальных услуг не отключали. Красный Крест, пожалуйста, если есть просьба о помощи, мы вам поможем всем, чем можем. Мы пустим все, что нужно, если будет такая необходимость. Продовольствие у них есть, вода у них не отключена. Этрижи мы не отключали. Город не идет. Люди, пожалуйста, командиры, отпустите подчиненных для принятия решения самостоятельно. Не пускайте, отвечайте, за что они были сыты и здоровы. В пресс-центре ВМС Украины подтверждают, личный состав обеспечен продовольствием на продолжительное время. Внутри штаба, скорее всего, сейчас обстановка спокойная. Есть ли вы, где есть ребят? Безусловно, как и все военнослужащие, разной категории офицеров, военнослужащих за контрактом, рядовые и старшины имеют определенный запас. Нормально приезжают машины, мы видели хлебом, передают военнослужащим. Мы понимаем, что моральное состояние и дух у военнослужащих, которые находятся внутри воинской организации, достаточно высокий. Через дорогу от штаба украинского флота уже несколько дней круглосуточно дежурит реанимобиль Крымского военно-морского госпиталя. Пока прецедентов не было, но медики признаются, в чрезвычайной ситуации готовы оказать помощь всем, вне зависимости от политических взглядов. Александра Толкачева, Делевер Меджитов, программа «Наше время».